Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Теметь стало раньше, происшествий стало больше. За неделю в регионе произошло несколько наездов на детей. Убил родного брата и спрятал труп в карьере. Следователи продолжают расследовать дело об убийстве 38-летнего гамильчанина. Сжигание мусора и листьев. Есть ли в этом угроза и какой урон наносят костры экологии? Превышение скорости, частое нарушение и причина многих смертельных ДТП. В рейде сотрудниками ГАИ побывала Вероника Гамзюкова. Об ограничении скоростного режима и мерах организации дорожного движения на улице Советской города Гомеля поговорим с заместителем начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облсполкома Владимиром Чекезовым. Начнем, как обычно, с обзора происшествий в Гомельской области за неделю. В Жлобине в результате ДТП погиб 13-летний мальчик. Он двигался на велосипеде и пересекал проезжую часть перед грузовым автомобилем. Наезд случился на улице Карла Маркса. Подросток выехал на дорогу по ходу движения автомобиля с левой стороны и попал под колеса Зила. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Проводится проверка. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. А в Мозере 22-летний минчанин, двигавшийся на автомобиле Opel Astra по бульвару юности, не успел среагировать и совершил наезд на 7-летнего пешехода. В результате инцидента ребенок получил телесное повреждение и был госпитализирован. В субботу вечером областную больницу с аллеей Героев на улице Кирова города Гомеля с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом свода черепа был доставлен мужчина 48-50 лет. По словам свидетелей, он просто упал со скамейки, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Городским отделом Следственного комитета проводится проверка данного факта. Сотрудники милиции совместно со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз устанавливают личность пострадавшего. Не имела возможности экстренно затормозить. В Следственном комитете поставили точку в уголовном деле о наезде на девочку в агрогородке Каравати Череченского района. Наезд случился на улице Школьной. Девочка выбежала из-за автолавки, которая припарковалась на обочине дороги и попала под колеса автомобиля Рено Сандера. Ребенок прошел курс лечения и уже оправился от травм. А женщину, которая управляла иномаркой, следствие признало невиновной. Экстренно затормозить не представлялось возможным. С участниками ДТП и родителями ребенка проведена профилактическая работа. Во время ссоры гомельчанин задушил родного брата, а после спрятал тело в карьере по проспекту космонавтов. Продолжается расследование уголовного дела об убийстве 38-летнего гомельчанина, числившегося пропавшим без вести. В конце августа гомельский городской отдел следственного комитета возбудил уголовное дело по факту исчезновения неработающего жителя областного центра. По подозрению в совершении убийства был задержан 42-летний брат потерпевшего. Он и признался в содеянном. После осмотра карьера по проспекту космонавтов были изъяты останки тела потерпевшего. В гомеле мужчина решил средь бела дня открыто украсть из магазина спиртное, минеральную воду и сигареты. Инцидент случился в одной из точек розничной торговой сети на улице Ярославской. Грабитель пошел на дело вместе с приятелем. Рано утром он зашел в магазин, попросил у продавца спиртное, пиво, минеральную воду и сигареты. А когда та передала ему товар, сложил его в пакет и, не рассчитавшись, спешным шагом пошел на выход. Дальше к поиску грабителя подключилась уже милиция, которая нашла налетчика в тот же день. От продуктов осталась только тара. Возбуждено уголовное дело. В Гомельском районе оперативники пресекли хищение зерна со склада госпредприятия. Проверка поступившей информации нашла подтверждение. Примерно в час ночи на выезде с территории зернотока совхоза комбината СОЖ были задержаны с поличным два работника хозяйства. Мужчины на личном тракторе, принадлежащем одному из них, пытались вывезти 4 тонны овса. По факту совершения хищения возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Похищенное было возвращено на склад предприятия. Каждый год весной и осенью деревни и окраины городов застилаются пеленой белого дыма. Причина такого явления в частном секторе. Жители разводят костры, избавляясь таким образом от скопившегося мусора, травы и опавшей листвы. Получается, что кто-то наводит порядок, а у кого-то из-за этого начинается кашель и неприятные симптомы. Разрешено ли в Беларуси сжигать растительность при уборке территории и на что следует обратить внимание, чтобы не натворить беды? В следующем материале. На этой неделе, как раз в период активного листопада, наша съемочная группа вместе с представителями МЧС и природоохраны отправилась в небольшой рейд по окраинам областного центра. Чтобы избежать кривотолков среди населения, ответим на волнующий многих вопрос, исходя из законодательных актов. В Беларуси мусор на своем участке жечь не запрещено. Однако есть несколько «но». Уничтожать с помощью огня разрешено далеко не все подряд, и при этом необходимо строго соблюдать установленные правила пожарной безопасности, которые, как выясняется, кто-то игнорирует, а кто-то и не знает их вовсе. Представали, что можно полить около дома? Так надо на территориях, на землях общего пользования полить костры нельзя. А на расстоянии 15 метров от дома можно. А где ваше ведро с водой? Лопата. Сжигать мусор на своем участке можно только в безветренную погоду. Если человек готов следить за огнем, и под рукой у него есть лопата, огнетушитель, либо ведро с водой, значит, он все делает правильно. Мне дорого то, что досталось еще от моих родителей, которые в 1963 году начали строительство. Поэтому мы соблюдаем меры пожарной безопасности. Поле палим листву в бочке специально. Здесь у нас шланг вдалеке от строения, вода обеспечена. И лопата для того, чтобы можно было погасить в крайнем случае какие-то искры, которые разлетелись. Костер можно разводить не ближе 10 метров от построек, 20 метров от леса и 30 от складированного сена и соломы. При этом костер необходимо окопать, чтобы исключить возможность распространения огня по траве. Высота пламени не должна превышать более полуметра, поэтому сжигать мусор лучше небольшими порциями. Конечно, безопаснее разводить его не на земле, а в специальной емкости. Но так делают далеко не все. Предупреждаем вас на первый раз. У нас штраф за нарушение 12 базовых величин. Я думаю, что вам такую премию не очень будет хорошо получить. Правильно? Да. Поэтому не палите больше. Лучше сложите вы кучу эту вон возле края забора. Она у вас к следующему году не останется ни одной травинки. Избавление от различного пластика с помощью огня негативным образом сказывается на экологии. Шины и предметы и синтетики при горении выделяют ядовитые вещества, которые вызывают заболевания дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, отеки, аллергию и даже рак. Такие отходы лучше вывести и выбросить в специальные мусорные контейнеры. За нарушение природоохранного законодательства, например, за сжигание токсичного мусора, предусмотрена административная ответственность. К слову, сжигание травы и листвы пользы природе также не приносит. Сжигание растительных остатков, в том числе отходов на землях общего поля, строго запрещено законодательством. За это предусмотрена административная ответственность. В результате горения выделяются вредные вещества, которые негативно влияют на здоровье человека, а также происходит деградация почвы. Стоит отметить, что сухая трава в категорию мусор не попадает. Если сжигать, предварительно не собрав ее в кучу, можно также получить крупный штраф в размере от 10 до 40 базовых величин. Кроме того, человек при этом подвергает опасности себя и окружающих. Сценарии развития таких пожаров, они в принципе одинаковые. Помимо того, что рядом есть, возможно, ветхие строения, соседние дома, трава, которая может при только малейшем дновении ветра моментально загореться. И такие пожары, что самое печальное, могут привести к гибели человека. Только в Гомельской области с начала года именно от таких пожаров погибло уже три человека. Также были случаи и травмирования людей. Буквально в минувшее воскресенье четырехлетняя девочка из деревни Старое село Ветковского района с термическими ожогами первой, второй, третьей степени предплечья правой и левой кистей была доставлена в Гомельскую областную клиническую больницу. Прямо на глазах у матери, играя в огороде, девочка упала в костер. Медики предприняли все усилия, чтобы облегчить боль и минимизировать последствия ожога. Возвращаясь к нашему рейду, констатируем, на этот раз не было составлено ни одного протокола. Впрочем, это не главное. Основная идея таких мероприятий – профилактика, разъяснение мер безопасности и правил, соблюдение которых помогает избегать чрезвычайных ситуаций. На протяжении трех дней в Гомеле проходили специальные мероприятия областной госавтоинспекции. Было выявлено 108 нарушителей, 17 из них – водители, превысившие допустимую скорость. И это при том, что в памяти гомельчан не остыли воспоминания о смертельном ДТП на главной улице Гомеля. Что заставляет автовладельцев нарушать и какие меры предосторожности могут избежать трагедии на дороге, выяснял наш корреспондент Вероника Гомзюкова. Превышение скорости опасно как для водителей, так и для пешеходов. В момент нарушения автовладелец допускает ряд сопутствующих ошибок. Выезд на встречную полосу, опасные обгоны и проезд на красный свет. Для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, например, проезд на красный сигнал светофора и рассчитывают на то, что раз сотрудник ГАИ не остановил, значит он останется безнаказанным. Вот таких водителей хотелось бы предупредить, что ежедневно мы просматриваем видео, которое ведется в нашем городе, выявляем таких водителей и потом вызываем ГАИ и, как правило, вставляем административный протокол. За 9 месяцев этого года в Гомеле совершено 3 ДТП по причине превышения скорости, в которых 1 человек погиб и 5 получили травмы. Инспекторы ДПС остановили более 7,5 тысяч нарушителей скоростного режима. Это повседневная наша работа, не только касающаяся отдельного участка проезжей части. Данная работа проводится в тех местах, где наиболее часто происходит дорожно-транспортное происшествие. Места концентрации ДТП, перекрестки таковых нет, но есть улицы, на которых наиболее часто совершаются дорожно-транспортные происшествия. Конечно же, одна из таких улиц – это наша главная улица Советская, где зарегистрировано наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. Но также это улица Ильича, проспект Речицкий, проспект Октября, проспект Космонавтов, где также сотрудниками батальона ДПС осуществляется контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения. В ходе специальных мероприятий ГАИ останавливали автомобилистов по разным причинам. Например, у водителя БМВ присутствует тонировка, что является нарушением. А вот у владельца Фольксвагена нет техосмотра. Проверяли соблюдение скоростного режима. Экипаж разместился около агрогородка Еремина. Здесь допустимая скорость 60 км в час. Сотрудники ГАИ выявляют нарушителей с помощью специального прибора «Визир». Его наводят на цель, и он определяет скорость авто, которая едет как во встречном направлении, так и в попутном. Как только включают прибор, он фиксирует нарушение 77 км в час. Водитель Рено – молодая девушка, стаж вождения менее двух лет. Сейчас для нее разрешенный максимум вообще 70 км в час. Злостным нарушителем она не является. Просто сегодня спешит домой. Инспекторы выписывают ей штраф и проводят профилактическую беседу. Всего с пятницы по воскресенье зафиксировано 108 нарушений. За скорость привлечено к ответственности 17 водителей, еще 7 за непропуск пешеходов. Менее чем за два часа экипажам ГАИ было выявлено 5 нарушений правил дорожного движения. Нарушения абсолютно разные. То есть это и скоростной режим, и привлекали сотрудники госавтоинспекции водителей за нанесение пленочного покрытия на стекла автомобиля, также шторки, также был выявлен пешеход, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В этом году на многих дорогах Гомеля установлены камеры фотофиксации. С их помощью сотрудники ГАИ регулярно выявляют нарушителей. Если вы стали очевидцем грубого нарушения правил дорожного движения, это превышение скорости, проездный красный сигнал светофора, незаконное нарушение правила обгона, непропуск пешехода, звоните по линии 102, сообщайте о таком водителе, сообщив регистрационный номер автомобиля, и мы примем меры административного характера. Вспоминается сразу авария со смертельным исходом, которая произошла на главной магистрале города, улице Советской, когда молодой человек гнал с бешеной скоростью, но не справился с управлением, и въехал в столб. В результате водитель погиб на месте, а из пешеходов пострадали три женщины, одна из них также скончалась на месте. 18 октября на видеорегистратор попал примечательный дорожный инцидент. На записи видно, как черный БМВ движется по улице Богдана Хмельницкого в сторону Барыкина. Впереди по правой стороне городской лицей номер один, поэтому действует ограничение скорости в 40 км в час. Водитель пытается совершить обгон. БМВ вылетает на встречную полосу, чудом не сталкивается с другой легковушкой и заканчивает маневр уже после проезда перекрестка с улицы Матросова. Так что же нужно, чтобы водители перестали нарушать? На этой неделе стало известно, что по улице Советской планируют ограничить движение до 50 км в час и установить три датчика скорости. Чуть раньше инициативные граждане даже запустили петицию, в которой предлагают установить камеры на главной магистрали города. К слову, ДТП на Советской случаются нередко. В этом году цифра достигла пика. С 2016 по 2018 на ней произошло 39 аварий, в которых 37 человек пострадали и 8 погибли. В то время как за 9 месяцев этого года цифра достигла 16 ДТП, в которых пострадали 22 человека. Всего в 2019 году на дорогах Гомельщины произошло 388 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 56 человек. Для предотвращения ДТП правоохранительные органы работают с нарушителями-рецидивистами, проводят мониторинг социальных сетей, отрабатывают аварийные участки дорог и организуют профилактические акции. Однако должного эффекта эти мероприятия в этом году не принесли. По разным причинам люди продолжают нарушать правила. Вероника Гомзюкова, Андрей Иванов, Игорь Морищенко. Специально для программы «Де-факто». Достичь абсолютной безопасности в организации дорожного движения не удается ни одной стране в мире. И тут палка о двух концах. Заботиться об этом должно и государство, и каждый участник дорожного движения в отдельности. Как только человек садится за руль, он несет ответственность за себя и окружающих. Порой многие этот факт слабо осознают. ДТП на улице Советской, которое произошло две недели назад, унесло жизни двух человек. Одна из пострадавших женщин, которая с тяжелейшими травмами была доставлена в реанимацию, на этой неделе переведена в нейрохирургическое отделение. Хорошая новость. Но пациентке предстоит долгий курс лечения и реабилитация. Что поможет сделать главную улицу Гомеля более безопасной? О причинах ДТП и организации дорожного движения на улице Советской поговорим с заместителем начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского обл. исполкома Владимиром Чикезовым. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Так что же можно говорить о причинах ДТП на улице Советской? Того самого резонансного ДТП? Да. По факту ДТП и гибели людей возбуждено уголовное дело. Назначены все необходимые следственные мероприятия, экспертизы. Каких-либо выводов и причинах говорить на данный момент преждевременно. Факт превышения скорости установлен? Либо тоже пока эта информация закрыта в рамках следствия? Возможно, одной из причин может являться превышение скорости. Но данный факт проверяется. И в ходе следствия все причины и условия, способствующие данному ДТП, будут установлены и в дальнейшем озвучены. Конечно же, это трагедия, это автокатастрофа. И большая эта боль для близких. Но все-таки водитель, который совершил данное дорожно-транспортное происшествие, ну, наверное, неоднократно был привлечен к административной ответственности за нарушение этого, скажем так, пункта правил дорожного движения. И выкладывал в сеть видео, где он со скоростью в 150 км в час гнал по улице Советской. Меня вот лично тот факт удивляет, что ни один человек из окружения этого водителя не сообщил в ГАИ о том, что вот такое происходит. Да, действительно, это так. Водитель имел недостаточный опыт вождения, у него стаж вождения был около трех лет. Но вместе с тем, за эти три года он успел уже достаточное количество совершить нарушений. Притом, именно те нарушения, которые были зафиксированы, и, может быть, и даже те, которые не зафиксированы, которые он выкладывал в Инстаграм, они были, почему, совершены. Потому что человек не отдавал себе отчет своим действиям, не осознавал вредные последствия противоправных действий и не понимал всей ответственности за необходимость соблюдения правил дорожного движения. Как вы думаете, это общая тенденция для молодежи сегодня? Либо это единичные все-таки примеры? Ну, в большинстве случаев это, конечно же, все-таки единичные. В большей части водители у нас культурные, соблюдают правила дорожного движения. Скажем так, молодому возрасту, когда водитель только получает право управления и начинает свой водительский стаж, он многих вещей может просто не знать и еще, может быть, не видел те страшные последствия тех нарушений правил дорожного движения, превышения скорости и другие нарушения, которые он совершает сегодня. В этом очень, скажем, показательная акция ГАИ-шокотерапия, которую часто проводят ваши сотрудники и показывают, во что может превратиться автомобиль после превышения скоростного режима. Автомобиль мы показываем, но мы не показываем, во что могут превратиться люди. Вот, действительно, это является именно причиной и условием тех наших неосознанных, несознательных действий, которые водители допускают на дороге. Часто мы слышим, что особенно люди, которые живут по улице Советской, в домах по улице Советской, жалуются, что вечерами гоняют мотоциклисты, что много нарушителей. И как вообще реагирует на такие сообщения госавтоинспекция? Реагирует ли и выставляет ли экипаж ГАИ для урегулирования ситуации? Сообщения поступают. По каждому факту сообщения в указанное место незамедлительно выдвигается экипаж ГАИ. Происходит визуальное наблюдение. В случае обнаружения данного транспортного средства, автомобиль, мотоцикл, он будет остановлен, проверен. Как минимум, действия указанные будут пресечены. Если будет доказательство совершения правонарушения, то водитель будет привлечен к административной ответственности. То есть дежурство в вечернее ночное время в любом случае, в зависимости, понятно, от загрузки всех экипажей госавтоинспекции, осуществляется, так? Да, конечно, безусловно. А госавтоинспекция несет службу и днем, и ночью. То есть круглосуточное дежурство осуществляется. Мы поинтересовались у гамильчан, что нужно изменить в организации дорожного движения на улице Советской. Внимание на экран. Во-первых, запретить мотоциклистам гонять на бешеной скорости. И вообще ввести ограничения, особенно по проезду центральной части. Скоростные еще более жесткие ограничения. А вот если там будет ограничено движение до 50 км в час, так вы считаете, это правильно? Я думаю, что это правильно. Есть где объехать сегодня прекрасные разъезды на Кирово улице. Во-первых, ограничение скорости и две камеры. Две камеры, которые будут фиксировать именно среднюю скорость. Это первое. Второе. По возможности в открытых местах все-таки поставить ограждение. И третье, самое важное, это изменение законодательства. Понимаете? Потому что никакой знак, никакие камеры не удержат от этого. Если, допустим, человек нарушил один раз, превысил там значительную скорость, то закон должен его покарать. В противном случае я не вижу. Честно говоря, я вдоль дороги, мы стараемся не ходить. Тем более после этого случая. Очень много народу переходит улицу, и как бы движение, транспорт большое. То есть мне кажется, что на улице Советской как раз-таки можно было бы сделать такое ограничение. Есть мнение? Да. Наша молодежь сейчас ходит постоянно с наушниками, поэтому, мне кажется, да, это необходимо. Починить светофоры нужно, чтобы было правильное движение. Сделать для машин зеленую линию. Потому что она как-то не всегда работает. Часто машины тормозят прямо перед перекрестком, особенно здесь вот на остановке 8 марта. Есть такое мнение, что если ввести ограничение скоростного режима, то это поможет. Мне кажется, те люди, которые нарушают правила дорожного движения, не будут соблюдать даже это. Поэтому просто следовать ПТД всем без исключения. Вот такие мнения, как бы, таких три момента, да, это ограничить движение как-то мототранспорта, нужны ли ограждения. Ну и, в общем, про нарушения, если люди их не соблюдают, то ничего не поможет. То есть сами участники дорожного движения. Что можете добавить к этому вопросу? Ну, наиболее понравился последний ответ, а там, где девушка сказала, что необходимо безусловно и неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения. Ну, что касается разниционных мероприятий по улице Советской, на сегодняшний день, значит, внесены предложения по, значит, установке трех камер системы видеонаблюдения с фотофиксацией, работающих в автоматическом режиме. Участки уже известны где-нибудь? По местам пока еще изучается, но, значит, камеры будут установлены именно в тех местах, где водитель имеет возможность развить наибольшую скорость. То есть те места, где наибольшее количество нарушений, связанных с превышением скорости, вот именно в этих местах, как сдерживающий фактор, будут установлены камеры фотофиксации, работающие в автоматическом режиме. Как раз вот от площади Легина до нового универмага и набирают скорость лихачи, там такая, там уклон дороги и оттуда все стартуют. Также рассматривается, значит, кроме того, установки камер с фотофиксацией, также внесены предложения по ограничению скорости по улице Советской до 50 км в час. Люди, ну, в принципе, все как один за то, чтобы ограничить движение до 50 км в час. Но нужны ли ограждения для пешеходов, как мы наблюдаем на улице Кирова, и целесообразно ли их устанавливать на улице Советской? Ну, конечно же, они положительно повлияют, но вместе с тем, и если транспортное средство не будет покидать пределы проезжей части, то и необходимости в этом нету, но это при условии соблюдения скоростного режима и соблюдения требований права дорожного движения. Какая будет рекомендация от Госавтоинспекции по безопасности дорожного движения в целом, как пешеходов, так и автомобилей по улице Советской? Мое мнение, это прежде всего необходимо соблюдать правила дорожного движения, необходимо воспитывать в себе культуру вождения. Что такое культура, многие водители не понимают. Культура есть система запретов и ограничений. Пусть каждый водитель спросит у себя самого, что он никогда не сделает, что он не превысит скорость, он будет двигаться всегда с пристегнутым ремнем безопасности, он будет перевозить ребенка всегда в удерживающем устройстве, либо в автокресле застегнутом. Вот в этом и есть культура. Это то, что водитель или то, что пешеход никогда не переступит, никогда не переступит тот запрет. Вот в этом и есть культура, это и есть основа безопасности. А к этому необходимо понимание, осознание своих действий. Ну что ж, спасибо вам за конструктивный и полезный разговор. Спасибо. Заместитель начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облсполкома Владимир Чекезов был в этой студии. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий, которые попали в объективы очевидцев по всему миру. В Китае экскаватор, размещенный над платформой грузовика, зацепил барьер ограничения высоты. Многотонная конструкция рухнула прямо на иномарку. От удара та даже на момент оторвалась задними колесами от дороги. Но для водителя все обошлось. Он получил лишь незначительные травмы. Дорожные службы поставили вопрос об ограничении использования таких барьеров из-за несоответствия требованиям безопасности. Финляндия. Удовольствие от умиротворяющего пейзажа прервал дорожный инцидент. Видеорегистратор запечатлел ДТП с лосем. Животное неожиданно решило перебежать дорогу и попало под колеса автомобиля, двигавшегося навстречу. Кадры не для слабонервных. Водителю сильно повезло, что лось не остался в салоне, а кубарем скатился с крыши легковушки. Автомобилист получил травмы и вошел в состояние шока. В южноазиатских странах на дорогах гибнет каждый третий скутерист. Это видео из Таиланда, где пикап разбросал людей на мопедах в разные стороны. Машина выскочила навстречу, зацепила припаркованное авто и в развороте, словно огромной битой, ударила скутеристов и их пассажиров. У троих легкие травмы и ушибы, один в реанимации. Повод не позволять детям наступать на люки. В Татарстане двухлетний малыш провалился в канализацию. Мальчик вступил на крышку колодца и та неожиданно провернулась под его весом. Мать тут же отреагировала. Нелегкую чугунную крышку она откинула на метр. Видимо, сказалось состояние шока и при помощи прохожих быстро вытащила малыша. Тот, к счастью, тоже отделался испугом, слегка поцарапался и порвал одежду. На этом все. Оставайтесь в курсе происшествий Гомельской области вместе с программой «Де-факто». И берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин